Девушки отдыхают Многие врачи недаром говорят, что свое здоровье нужно беречь с самых ранних лет Расскажите, какие системы профилактики существуют и что такое здоровый образ жизни у ребенка? Хотелось бы сказать вообще в целом о системе профилактики Потому что сколько бы отдельно взятый ребенок в отдельно взятой семье не вел здоровый образ жизни И родители бы не прививали ему эти условия ведения здорового образа жизни Он встречается со средой, с агрессивной средой, где ждет его и табакокурение И употребление алкогольных напитков может быть Поэтому мы говорим в целом о системе профилактики То есть мы должны сделать окружающий мир безопасным для наших детей В целом система профилактики представляет собой формирование здорового образа жизни на межведомственной основе Скажем так, к примеру, мы медики занимаемся выявлением факторов риска развития заболеваний Другие социальные службы, системы образования занимаются тем, чтобы информировать этого ребенка вместе с нами о факторах риска Информировать эту семью Ну и также профилактировать такие вещи, как, например, табакокурение Если мы возьмем свои профилактические осмотры, при которых мы проводим обследование детей Таким специальным аппаратом с макелайзером То есть мы выявляем заядлых курильщиков И дальше что мы можем сделать с этим ребенком? Конечно, нам нужны помощники Нам нужны органы образования Нам нужны негосударственные общественные организации Нам нужны, например, такие, скажем так, общественные организации физкультуры и спорта Ну, например, волейбольный клуб, куда мог бы пойти этот ребенок Этот клуб должен забрать этого курильщика И вовлечь его в занятия Тогда, естественно, у ребенка появятся стимулы к тому, чтобы бросить курить А не просто говорить о том, что вот это так вредно, ты не должен курить То есть это формирование здорового образа жизни на межведомственной основе То есть все структуры, все государства и не государства должны принимать в этом участие И не только семья Хорошо, а какой уровень в пропаганде здорового образа жизни для детей играет социальная реклама? Ну да, вот хотелось бы сказать о социальной рекламе Потому что социальную рекламу я вижу вот таким образом Что мы можем говорить сколько угодно о том, что вот это полезно Вот нужно закаливать детей, нужно не курить, нужно употреблять здоровую пищу Но нам важна и антиреклама То есть нам нужно показывать, как вредно, например, употреблять газированные напитки сладкие Почему? Потому что в банке газировки содержится двойная норма сахара И это может нарушить работу внутренних органов Либо мы должны показать, например, что употребление фастфуда ведет к тому, что такую пищу можно принять только один раз в день и все То есть нужно показать и вред этих продуктов И еще один момент, что у нас иногда все-таки идет реклама не совсем полезных продуктов И вот хотелось бы, чтобы время выделенное для этой рекламы было либо ночное, либо позднее вечернее время Вот таким образом хотелось бы видеть нашу такую социальную рекламу Ну вот хотелось бы для родителей, чтобы вы дали несколько рекомендаций, да? С помощью которых они могут избавиться от проблем, касающихся здоровья Вот какие основные критерии? Ну, основные критерии, конечно, если начинать с младенчества Это следует рекомендациям участкового педиатра И начиная с младенческого возраста Это посещение в регламентированные сроки профилактических осмотров, о которых мы поговорим Это вакцинация детей Это ни в коем случае не курение при детях Ни в коем случае нельзя Даже об этом даже, ну, хотелось бы еще раз остановиться Что курение в семье, употребление спиртных напитков Конечно, это приводит к тому, что у курящих родителей часто болеют дети Даже если они выходят на улицу Все равно в отдыхаемом воздухе И все это аллергизация детского организма И приводит к частым заболеваниям И частым острым респиратурно-вирусным инфекциям Если вы хотите здорового ребенка, то в первую очередь вам самому нужно отказаться Конечно, да, конечно, да Вот это вот и есть, в общем-то, ведение здорового Очень простые рекомендации Простая пища, овощи, фрукты, мясо, крупы Вот этот набор, этот рацион, это рыба Это, в общем, основные продукты наши Может быть, и не нужно Нам не нужны продукты, содержащие консерванты, красители Хотелось бы, конечно, чтобы еще наши производители Большим текстом писали содержание белково-жирово-углеводов В продуктах, которые продаются Потому что очень часто в супермаркете Очень сложно прочитать без увеличительного стекла Вот такие тоже вот есть уже выступления, просьбы Чтобы производители соблюдали такие требования А что касается наших организаций, наших профилактических осмотров То хотелось бы остановиться на этом более подробно Поскольку я представляю медицинскую организацию Первичную медико-санитарную помощь Амбулаторное звено нашей медицины Которая, в общем-то, стоит на передовой По организации профилактических осмотров И в этой связи хотелось бы рассказать о том Как построена система профилактических осмотров Вообще в целом по стране Что касаемо детства У нас есть диспансеризация взрослого населения Это очень важно, кстати, в системе профилактики Потому что известно, что 80% сердечно-сосудистых заболеваний Смертей от сердечно-сосудистых заболеваний Можно предотвратить путем прохождения Своевременной диспансеризации Но это взрослое население Что касается детей, здесь есть свои критерии Своя система профилактических осмотров детей И вот в этой системе мы выделяем профилактические осмотры По возрасту, это эти детки до года, эти мамы Вот чем, в первую очередь, отличается взрослая диспансеризация от детской? Ну, детская проводится гораздо чаще Мы не можем сказать, что она отличается набором Объемом исследований она может отличаться Она в различные декретированные сроки проводится Но в целом это единый комплекс мероприятий То есть мы плавно из детства переходим во взрослую жизнь Проходя в этой системе То есть нельзя сказать, что она как-то отличается Ну, набором исследований Если мы говорим о детях до года До первого года жизни, конечно, я должна признать Что у нас были большие проблемы по организации Детских профилактических осмотров К нам были обращения и жалобы Я не буду этого скрывать Потому что родители не всегда могли записаться к нужному специалисту Особенно была проблема с УЗИ-скринингом Ведь ребеночку в один месяц нужно пройти УЗИ сердца УЗИ тазобедренных суставов УЗИ головного мозга и УЗИ брюшной полости И у нас не было полного набора специалистов Мы получили оборудование У нас три аппарата УЗИ Это я говорю о Гагаринском районе Но не было специалистов, которые были готовы Выполнить весь объем исследований На сегодняшний день ситуация улучшилась И те родители, которые ожидали Могут сейчас немедленно обратиться Ожидали талончик на такое исследование Могут обратиться к участковому врачу Получить этот талон Собственно говоря, мы добились того Что мы делаем сейчас УЗИ-скрининг деток Своевременно Это очень важно, потому что у нас есть случаи Выявления пороков сердца Может быть, не очень значимые были выявлены пороки Но которые не были диагностированы При натальной диагностике Еще когда во время беременности Но в то же время мы продвигаемся вперед Итак, ежемесячно Один месяц, два, три месяца, четыре, пять, шесть До года ежемесячно ребенок проходит Профилактический осмотр по возрасту Дальше есть декретированные сроки после года После года есть набор исследований Осматриваются дети всеми специалистами Которые предусмотрены по возрасту Есть еще один вид профилактических осмотров Это периодические Они проводятся в школах, детских садах Это организованные коллективы Периодические осмотры Включаем анализы крови И осмотр педиатра И еще у нас есть один вид профосмотров Который, конечно, был проблематичен для наших родителей На самом деле я вынуждена это признать Мы делали все, что могли Сейчас ситуация исправилась Немножко легче стало со специалистами Это предварительные медицинские осмотры Когда ребенок идет в детский сад Либо поступает в школу А какие были сложности? Да, были сложности Когда родители как-то одномоментно Обратились с просьбой для поступления И сложно было записаться на прием к специалистам Ну, в общем-то, все прошли этот вид осмотра И все получили допуск Дети сейчас, детки, которые получают место в детском саду В общем-то, без особых проблем уже проходят Такие профилактические осмотры Перед поступлением в детский сад Ну, школа, мы не говорим Сейчас продолжается оформление детей в детские сады Дети проходят нужных им специалистов Сдают анализы И получают заключение врача-педиатра В общем-то, в Гагаринском районе Сейчас ситуация улучшилась Сейчас ситуация лучше Я надеюсь, что все-таки мы добьемся улучшения кадровой ситуации Будут у нас еще специалисты привлекать Будем еще специалистов Может быть, это придут специалисты с материка Может быть, мы готовим сейчас еще и своих У нас три доктора на учебе в Санкт-Петербурге Находятся в данный момент По специальности ультразвуковая диагностика То есть как бы Ну, как бы не было тяжело Но мы двигаемся вперед То есть есть у нас И как бы Положительные моменты Положительные моменты Несмотря на кадровый дефицит И еще, конечно, есть У нас профосмотр предварительный Перед поступлением Он достаточно объемный Перед поступлением в высшее учебное заведение Это так называемая форма 86У Многие родители об этом знают Как Здесь тоже очень большой комплекс исследований Все виды ультразвуковых исследований Но я думаю, что уже в следующий год Мы вступим в более полном объеме Будем выполнять вот эти вот объемы профилактических осмотров Знаете, хотелось бы более подробно остановиться На такой теме, как вакцинация Многие родители боятся этого Или не хотят делать по каким-то причинам Какая ситуация у нас в Севастополе с вакцинацией? Ну, понимаете, вакцинация для меня Вопрос это жизни или смерти Потому что Все пациенты, которые Ну, скажем так, в прошлом году Были зафиксированы в случае смерти от гриппа И вообще все случаи смерти от гриппа Которые были зафиксированы Это непривитые люди То есть, вот на этом примере Мне хотелось бы показать Речь пойдет не только о гриппе Я могу говорить Мы можем говорить и о других инфекциях Ну, вот на примере гриппа Вот такой показатель Есть действительно И во время эпидемии H1N1 в Мексике Все пациенты умершие Были проанализированы Когда там много было Большое количество смертей Зарегистрировано Среди умерших не было привитых То есть, все-таки Когда мне говорят, что Да, вот мы сделали прививку от гриппа Мы заболели Заболели вирусом Заболели, может быть, и гриппом Но перенесли в легкой фоне Просто, наверное, стоит понимать, что Возвольт гарантированно не защитит от болезни Но, по крайней мере, болезнь будет проходить В более мягкой форме Более, да О том, что необходимо прививать детей От немокока От куглюша, дифтериста, дняка Об этом Ну, как бы я уже очень часто Бывала здесь на эфирах Очень много рассказывала об этом И однозначно остаюсь на позиции того Что Вакцина-профилактика спасает жизни Тут даже речь не о том Что мы заболеем, не заболеем Вакцина-профилактика спасает жизни Если мы привели ребенка до года от туберкулеза Значит, он не умрет от туберкулезного менингита Ну, будем говорить вот так Прямо Потому что сейчас успехи вакцина-профилактики Они как бы не видны Потому что у нас нет больших эпидемий У нас нет таких случаев смертей От таких инфекций, как корь, например Которые наблюдались в дореволюционной России Ну, скажем, если мы сравним с теми годами В довакцинальный период Ну, скажем так, в семье рождалось 10 детей Из 10 детей Один умирал от коклюша Один умирал от дифтерийного крупа Третий умирал от кори От коревой пневмонии Или коревого энцефалита И это было нормально Это был естественный отбор Но я считаю, что в наше время Те родители, которые не соглашаются на вакцинацию Они отправляют своих детей тоже в естественный отбор То есть это не совсем понятно То есть вакцинация — это культура населения Все страны, которые, ну, мы говорим Европейские страны, Соединенные Штаты Америки Мы говорим о том, что эти нации, они прогрессивные У них есть культура И вот одно из видов этой культуры Это вакцина-профилактика себя и своих детей Это как почистить зубы То есть вот это должно стать нормой жизни А отказы от вакцины-профилактики на сегодняшний день Для меня это не совсем понятно В плане действительно вот общей культуры своего здоровья Действительно, если вы не хотите ставить под угрозу жизнь вашего ребенка То лучше вакцинироваться и быть спокойным и уверенным в том, что Ваш ребенок защищен от какого-либо вида инфекции Да, конечно, конечно, я должна с этим согласиться Потому что по-другому и никак И я вижу на примере ветряной оспы Например, есть вакцина рекомендованная от ветряной оспы И мы видим, как хорошо вакцинироваться Чем болеть и переносить тяжелые случаи ветряной оспы К сожалению, у нас осталось совсем мало времени Может, вы пожелаете что-то нашим телезрителям? Ну, нашим телезрителям я могу пожелать только одного Здоровье, здоровье и здоровье Нам, в свою очередь, желаем вам тоже здоровья Вам и вашим пациентам Спасибо большое, что стали участниками нашей программы Напомним, у нас в гостях была главный врач Детской поликлиники номер 2 Елена Аверина Это была программа «В контексте» Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова